господа и примкнувшие к ним дамы здравствуйте instagram иван олег и гленфидих 12 лет почему маленький потому что но на самом деле мы с вами как бы знаем что за напиток ну в плане мы пробовали обзор нуха захотели записать потому что один из самых массовых односолодов я наверно даже не один и она на самый-самый да учитывая что я физик ну мировой лидер по производству односол именно односолодового виски по продажам вот поэтому это начальный экземпляр то есть у них это первый в логике скажем тогда до 12-летний в линейке есть и более выдержанные 15 18 21 там 25 до есть относительно недавно вышли еще нас релизы торговец возрастовые да 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 но и чистый fire and cane там торфяной и и по эксперимент финиширование в пивных бочках ну и всевозможные там специальные релизы тоже появляются на линфиде их ну одна из старых и на бурин основана в 1886 году уильям грантам получается в двадцатом веке когда был сухой закон в америке они не приостанавливали ну не уменьшали объем производства вот и за счет этого когда но америка была в на то время да и сейчас наверное один из наиболее основных рынков сбыта данные наиболее короче когда америка открыла они туда шуму или большую поршу обошел большой спрос да они туда кинули все и ну и типа захватили рынок были в огромном плюсе да ну и после 50-х годов после второй мировой войны они фактически первыми начали именно продвигать именно до солдовой виски то есть то время было до что у нас это у нас хайланда а ну как бы это сам по себе спасает но списайте подносится к региону highland а это уже типа такое вискарное разделение спасает вот ну так типа это спасает региона вот в 60-х годах все купажи пили вот а главный дик прям четкую себе позицию обозначил вот и за счет этого то есть со временем все начали переходить ну скажем так производстве стараться на односолады вот и на данный момент то есть никаких является наиболее узнаваемой маркой на солдовой виски ну я бы сказал скорее всего сильно у нас по крайней мере сильно распространен как односолад почему потому что цена его относительно там по моему он если ошибаюсь он доступная поставлялся по моему порядка 200 стран мира то есть ну там практически нет понятно что он вообще много просто имею ввиду у нас почему он как бы так вот но ассоциация знаете скажи односоладовые виски у нас многие скажут глинфиди их а потому что он тоже он массовый и он достаточно стоит ну как бы скажем так на недавно стал нормально можно войти не за огромные деньги в этот просто если есть какой-то односоладовый виски магазине скорее что будет глинфиди но это скажем да это такой односоладовый который может попадать попасться в магазине ближайшей доступности до баре допустим когда что-нибудь там попросить еще недавно он стоил за пол-литра где-то 60 рублей до 50 даже сейчас он стоит по-разному очень но очень тяжело назвать ценник у него там прыгают я 90 и 80 я видел слушайте я просто 69 еще встал один вопрос задать и ну мы как бы знаем что the counter это очень дорогой магазин ну что с ними сейчас сейчас вот именно с ценами стало потому что в россии просто я понимаю там другие но адекватное более-менее там на глинфизик там до пяти тысяч на там понятно что красная цена ему там 2 500 вот просто где counter 0 5 11 600 сколько я такой что 0 7 16 тысяч за глинфиди за звена а я за что там платить я такой в смысле нет просто прикол что на других сайтах то есть на других сайтах там 3000 допустим 4 там до 5 там на там плюс на тут 12 конечно это дорогой мы до этого видели знали что это дорогой но чтоб настолько что-то с ними не знаю стало такой непонятный поставками ну ладно давай мы оставим проблемы до контр россиян у нас до контора нет у нас короче ребят понимаете найти 05 сейчас беларуси можно где-то от 70 рублей и дальше если старый может даже где-нибудь там где-то и за 60 можно найти то есть тут все зависит от того как вы побегаете и насколько у вас там популярен он был в магазине в который вы ходите ли нет но мы с вами открываем ведь у нас вот она стойте а чё она пустая что за фигня а ты зараза это когда музыка это когда я тебе привозила все три этих самых и мне не досоедиться в кадр забери ваня конечно но я уже не ну честно я не поеду в этот магазин за эти 10 рублей ругаться до 11 по моему или 10 мы купили около 10 рублей на 11 по моему я дала значит 40 градусов крепость минимальная для виски ну шутландский виски все мы говорили про регион до два ничего хорошо все вот мы разлили больше мы не нальем холодная фильтрация присутствует сахарный колер ну вроде типа по отзывам потому как это выглядит вроде сахарного колера немного так добавили чтобы не слишком светлым ну давай понюхаем давай запах аромат но цветочника медово даже вы сказал такой но сладенько и груша груша точно вот груша есть соло чувствуется груша слива яблоко вот все сюда типичный space сайт с маленькой такой даже дубовый что в запахе ванилька есть тут как бы есть искали знать где она там на третьем четвертом плане здесь она как бы такая достаточно яркая вот этот вот это space сайт то есть легкий такой ненавязчивым грубо говоря вообще то есть не выбивается аккуратненько так у меня сладкий фруктовый я сказал запаху ой это это неплохо пахнет но без без всяких там без вопросов то есть но есть спиртуозность легкая проблема в нем что он не очень богатый разные какие-то да он такой простенький у него нету многослойный всем сказал тут даже я не могу разделять допустим там отдельно на ваниль на там на сливу на яблоко потому что тут вот есть вот это яблочный она ручь резком потом как пахнет вот она так и вместе и снять которые вернее соком там давайте так скажем для компота здесь этой гвоздички не хватает нужно добавить специи но я говорю есть легкая спиртоватость в нем я не знаю насчет спиртуозности это скорее вот может быть не просто не выдержанный до конца на следую маловато мол сам по себе он с деревом он дает такое знаешь типа немножко ближе самогон немножко ноты ну вот и шоу франа есть там чуть-чуть на носик обжигает чуть-чуть ну так просто нормально просто опять же ну типа это пахнет нет как вещи это вот просто выключать риски сказать хороший запах нет мы сейчас оценим как односолну показатель как 12-летний как бы ну можно хотеть и большего но с другой стороны давайте так если не каждый дает больше если это рассматривать напиток как знакомство с односолнушим да то ну да вот сюда нужно с этого подниматься потому что вот это поставить и условно там все что угодно там балан то есть и вас вы поймете разницу любой человек поймет разницу то есть это во первых там не будет столько зерни в этих запахах это да это уже типа шажочек ну давай первый глоточек потом у меня всегда удивлял несмотря на что что это типичный space site сейчас мы про это поговорим послевкусие есть легкий домовая хвост есть еще чуть-чуть но это за счет этой бочкой там получается бочки американские и европейские и там из-под хереса у меня тоже вот послевкусие вот этот орех идет такой немножко фрукты такие подвяленные ну да она вот такой вот но я бы сказал что честно запах у него по слаще чем вкусу вас такое сейчас вот только в послевкусие пошло вот эта сладость которая такая вот легкая шоколадка какая-то вот такого где-то в послевкусии вот и кофейность это ливане да 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 вот такой вот округлая не начали вот она такая больше ореха какой-то говорил при всем привет том что этот типичный space айс до в данном по крайней мере что в прошлый раз такого не было здесь немножко более копченый из какая-то вот может быть такой я сказал паприка легкая есть тут не 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 там рано именно вот что ты такой опыт копченый это мне такое ощущение что тут я по воспоминаниям те 12 она была более водянистой здесь она как будто такая более плотная по вкусу то есть мне вот эта двенашка допустим нравится больше интересно какого это года 19 по моему год был розлива дата розлива внутри года просто не помню какую мы тогда брали когда там розлив был а как там есть сама не на самой наверно не будет а тубуса уже нет тубус наверно у меня дома стоит я к сожалению сейчас не смог это найти а ладно ну когда-то он был короче тот разлить тоже да на самих бутылках они не указывают вкус провальный да он такой какой-то ваня зашеска на куски дающие неплохое нету вот во вкусе в самом какого-то вот хотелось бы после такого запаха тоже вот какой-то фруктового свежести получить а он такой больше тебе вот просто вот это вкусе бочка с дубом ты получай а потом уже в послевкусии начинает раскрываться где по мне муравей ползет уходи я тут был клеща поймал не тогда выкинул раздавил выкинул но бывает в общем вкус немножко провальный потому что чувствуется в основном сырье с деревом то есть ячмень с деревом то есть ну и он такой очень легко слегка кофейный послевкусие уже получше послевкусие такое под копченые с неплохими такими кофейными кофейно-молочными тона мне вот так им сказал кофейно-молочные тона орехового не да и сухофрукты вот такие именно подвяленные такие то есть ну как о знаете это набор этот как-то там завтрак студента такие продавали значит орешки изюмчик черносливчик вот такой вот 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 этот набор он есть послевкусие там мир надо ну их такие продавали там стоили 200 разве но ты то есть ну они они есть другое дело что они не явные ну просто одно солото он сам по себе должен тебе давать что-то вот как продукт продукт взял такой что подводим итоги да что у нас собственно говоря в итоге в принципе я тебе хочу сказать что за ну скажем не самые большие деньги да это для знакомства с 1 солодами очень даже неплохо оценить его не знаю мне очень сложно сейчас мне моё моя оценка в этом что-то там все с половиной вот так вот я тоже хотел семь с половиной серой 775 более такой более ты это ты решил что будет у нас теперь дробные на виски уже да уж уж я уже нарисовал шаблон с тобой поэтому быть вот но что он как-то до восьмерки по моим я не тянет я дотягиваю ну а семь с половиной тоже не хочется ставить все таки это довольно неплохой напиток есть но им сказал наша с вами как коронная формула цена-качество чуть-чуть в плюсе вот он в легком плюсе от цены-качество соотношения то есть он чуть-чуть выше чем соотношение как бы ну на семерочку которая но при этом до 8 это не дотягивает не доходит то есть ну вот вот как-то так еще лайки подписки комментарии обязательно лайки и подписки вот но серьезные и комментарии ребят ну не стесняю просто делать нечего им все равно будет отвечать на все пишите мне не хватает общения серьезная я работаю с домом не хочется вот пообщаться с людьми поэтому ты перестал один виски записано и водку и вообще смотри уже полгода наверно один ролики не выкладываю один там уже какой выложил или два и то это когда вот вы были вне зоны доступа это вы меня кинули друзья называется называется в одиночестве решил накачу я с горя ладно на самом деле ну неплохой в общем виски на самом деле и дальше уже вам решать хотите вы это пробовать не хотите хотите начать стартануть да то есть попробовать в эту сторону самый простой вариант купить попробовать и решить такой надо ли мне эту него еще огромный плюс что нету вот таких ноут 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 но не спеймер непонятно что нет такого вот прям что то что уводит туда самогонку по недоразумению попавшую то есть это вполне нормально самодостаточный виски он не лучший но его можно пить и скажем так он имеет право на существование сначала мнение скажем так от молодого поколения ну да когда мы когда мы мы по-моему с ними пили там что-то и сразу это какой-то какого-нибудь там условно обычного джемисона там или балан тайса там да лучше виски которая пила это гленфидих двенашка но опять же знаешь люди пытались попробовать вроде как понравилось но на большее пока у студентов там не было возможности нас тоже у нас сейчас тоже нет видите вон перешли на 50 грамм даже на 07 05 05 что нам не по карману нынче в смоленске остались все наши деньги увезли в российский бюджет лучше ничего не буду все до новых встреч пейте хорошие напитки